ребят для начала нужно все овощи нарезать кубиком хорошенько запихнем лимончиком вкус будет хороший вообще запах обалденный дорогие друзья добрый день сегодня будем готовить известное в узбекистане блюдо она очень популярная сегодня будем готовить мостовую для этого рецепта нам понадобится помидоры рис картофель с приправ зира кориандр томатная паста чеснок острый перец мясо вы можете взять любое тому телятину баранину и овощи будем брать перец лук морковка че сегодня буду делать скумбрию одну буду там делать с лимончиками эту фаршированную овощами ребят для начала нужно все овощи нарезать кубика у меня есть я вы 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 ребят нарезали все ингредиенты кубиками мясо у меня было порезано там одна есть немного кость сейчас займемся приправами возьмем ложечку кориандра следом насыпем ложку зиры добавим сюда соли тщательно перемере раскроем все травы нашей приправы разогреем немного масла достаточно по стенкам смажем наш казан масло слышно накалилась обжарим сначала мясо на кости то что у нас немного перевернем его видно уже подрумянил следом закинем остальное мято поджарили мы мясо добавляем лук добавляем морковь добавляем томатную пасту даем наших приправ сразу пошел хороший аромат добавляем помидоры добавляем Перец. Добавим воды. Уменьшаем огонь и оставляем под крышкой минут на 40. Ребят, теперь займемся нашей стумбрией. Для начинки нам понадобится морковка и лук, обжарим ее на сковородке. Ребят, отличная будет начинка. Морковка, помидоры, лук. Сейчас приправим. Перчика немного, соли. Все перемешаем. И все, начинка наша готова. Ребят, добавим еще сюда приправки. Это кориандр. Немного тут соли было. И зира, то что осталось у нас с нашего первого блюда. Все перемешаем. Немного нальем растительного масла сверху. Смазать рыбу. Чутка присолим ее. Ребят, также присолим ее внутри чуть-чуть, потому что у нас начинка соленая. Соленая масла нам пока не надо. Начиняем нашу рыбку. Хорошенько начинкой. Так, хорошенько, плотненько. Теперь, ребят, делаем такую... Подворачиваем края лодочку. Чтобы рыба держала форму. Ребят, видите, как удобно. Не на животе ее разрезал, а вот на спине. Вытащил хребет. Вытащил все кости. Очень удобно будет кушать. Не будет мешать в начинке нам ничего. И удобная подача. Ребят, две рыбки у нас готовы. А третью буду делать с лимоном. И просто на гриле. Думаю, каких переломов хватит. Разрежем пополам. Польем сверху масло. На другую сторону. Чтобы хватило. Ребят, будем просто использовать перец. Хорошенько внутри подсоленее. Хорошенько запихнем лимончиком. Вкус будет хороший. Если та рыбка будет у нас в фольге, это будет у нас на решетке. Ребят, прошло минут 40. Закидываем наш картофель. Чуть позже закинем остаток уже в рис. А пока накрываем крышкой. Картошечка сварилась на 95%. Раз закидывать рис. Также вместе с рисом добавим острый перец, чеснок. И добавим немного зелени. Это все перемешаем. И скоро наш узбекский густой суп на стола будет готов. Добавим. Добавим. Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, наконец-то наш суча готов. Вообще запах обалденный. Насыпем погуще. Немножко мяска выберем побольше. На тарелочку. На тарелочку. Настало время, конечно, попробовать. Очень ждал. Запахи во дворе просто переполняли. Пьюшечка очень вкусная. Такой вот баланс кисло-сладкого. Овощей, томатной пасты, помидоры. Дали такую сладость. Морковочка. Мне очень понравилось это блюдо. Если люди из Узбекистана смотрят, спасибо вам за такое блюдо. Это ваше национальное. Очень вкусное. И спасибо вам за просмотр этого ролика. Не забудьте ставить пальцы вверх, подписаться на канал, поделиться этим видео. Смотрите в плейлистах еще мои остальные видео. Там очень много рецептов. И как всегда, до новых встреч. Всем пока. Пока.